И снова всех приветствую! Продолжаем играть в арк, но уже не на сервере, а в синглплеере. Появилась у меня идея сделать экспериментальный летсплей по арку с прохождением, со всеми боссами, но я выбрал именно вариант синглплеера, потому что на сервере контент стал довольно скучным. Все сводится к тому, что я захожу на сервер, спариваю живку, собираю лутбоксы, снова спариваю живку, жду пока она вылупится, снова спариваю, потом проходит время, я снова смотрю, что получилось, вывелись ли нужные статы или нет, и так по кругу. И все приходит к тому, что показывать какой-то контент даже на стримах мне практически не из чего. Мне хочется, чтобы все время был экшен, чтобы была возможность для зрителя как-то развлечься, а когда ты играешь на сервере и у тебя уже такие финальные этапы развития, игра становится не столь интересна для зрителей. То есть, да, в принципе, для гринда, для развития довольно интересно, но что показывать, я, честно говоря, уже не знаю. Поэтому я решил сделать все-таки летсплей, где я буду вырезать то, что мне не нравится, где буду оставлять только то, что нужно, то, что интересно. Почему я назвал этот летсплей экспериментальным? Потому что я хочу в нем проводить эксперименты над арком. Я хочу пробовать проходить боссов с разными способами. Делать я буду, естественно, это в соло, потому что это синглплеер. Возможно, на основе этого синглплеера я буду пробовать еще делать какие-то мини-гайдики по приручению живки, по каким-то хитростям и тонкостям арка, которые я уже знаю, и рад буду поделиться со зрителями. Может быть, кому-то это будет интересно, кому-то это поможет, а может быть, кто-то мне что-то подскажет, и я почерпну опыт зрителей. Поэтому все свои комментарии, какие-то замечания, советы можете оставлять в комментариях. Я обязательно их прочитаю, обязательно их учту. Итак, поехали. Так, выбираем присоединиться. Ну, конечно, нет, я пошутил. Я выбираю хост локальной игры. И для начала я хочу показать все свои настройки. Изначально я их все сбросил на стандартные, и потом незначительно откорректировал некоторые настройки игры. Я немного увеличил количество сбора ресурсов, а также я немного увеличил рейты на приручение всевозможной живности. Повторюсь, я основные параметры игры я оставил без изменений. И я хотел бы обратить ваше внимание на несколько очень важных галочек, которые обязательно я рекомендую поставить. Это метка на карте, чтобы вы могли определять, где вы находитесь. Потом максимальная сложность. Это позволит дикой живке спавниться с максимальным уровнем 150. Потом обязательно ставим отключить коллизию. То есть это позволит вам строить объекты рядом друг с другом в синглплеере. Это не имеет большого значения. И обязательно многократный сброс очков опыта, чтобы можно было много раз использовать зелье амнезия и сбрасывать свои очки, свои статы и свои инграммы. Во второй вкладке я буду менять настройки только, которые касаются перереспауна ресурсов, возможность блокировки игроком ресурсов и постройками. То есть сделать их поменьше, чтобы, допустим, деревья могли расти совсем неподалеку от базы. Даже если мы построили базу, чтобы она не блокировала респ, кустов, деревьев и так далее. И самый главный параметр – это возможность выращивать живку очень быстро. То есть мне нужно, чтобы моя живка могла спариваться очень часто, чтобы рост юной живки был очень быстрый, и чтобы можно было быстро выполнять желание этой живности и получать максимальную привязку, и иметь возможность выращивать довольно большие армии живности для прохождения боссов и всевозможных заданий. И не заморачиваться с этим, как это происходит на сервере, где гигантозавр растет почти трое суток, и я физически не могу показывать контент, потому что мне нужно много, допустим, гигантозавров или много рексов вырастить, но ращу я их целую неделю. Чтобы пойти на следующего босса, мне нужно выращивать армию мою неделю. Поэтому я и решил записать этот летсплей, этот синглплеер. Еще немного хочу обратить ваше внимание на параметры развития персонажа. Я сделал их не совсем стандартными, не X1, а X2, как делают на всех основных PvE серверах. При этом прокачку я оставляю X1, как и задумано в оригинале. То есть прокачиваться будем честно. Хотя в игре есть огромное количество возможностей прокачать персонажа быстро и без всяких увеличенных рейтов на получение опыта. Потому что так или иначе, уровень максимально достигается довольно быстро, ну и потом просто тогда уже теряется смысл в дальнейшем получении опыта. Более внимательно вы можете посмотреть все мои настройки, поставив на паузу, если вам это будет интересно. А мы начинаем играть, и начиная играть, я как всегда на карте Генезис. Там у меня есть целая система своя, как быстро развить персонажа, как его быстро прокачать. И также вот список всех модов, которые я установил. То есть это основные моды, стандартные. Это Super Structure, это пару модов на подзорную трубу, мод на увеличенные стаки и мод Dino Storage версия 2. Я считаю, что если вы играете с модами, этот мод обязан быть в вашей сборке. И дело не только в его удобстве, а еще дело в том, что можно смотреть параметры живности, которая находится в Криоподе, даже не доставая ее. Это очень удобно для разведения, для выведения, и для удобства и комфортной игры. Ну что ж, поехали. Создавать персонажа я долго не буду, у меня уже есть готовый шаблон. Это стандартный персонаж, которого я использую везде. И в синглплеере, и на сервере. Как вы могли заметить, я сделал возврат к настройкам игры, небольшим флешбеком. И сейчас возвращаюсь непосредственно к самой игре. Единственное, что мне нужно убрать здесь выдачу стартового набора, потому что весь мой инвентарь засрался всевозможными скинами, которые мне наудавали, которые я насобирал за долгое время игры в арк. А опыт у меня уже более 2000 часов. И первые очки опыта я вкину в скорость персонажа и в вес. Ну, скорость мне нужна здесь для того, чтобы убегать от всевозможной дикой живки. Начинаю я, как всегда, в биоме Океанические острова. Хоть Хелена и говорит, что эта область очень сложная, но на самом деле я считаю, что наоборот, это самая безопасная зона. И здесь легче всего начинать развиваться. Мне нужно сейчас отправиться на центр карты. Там находится первое задание, которое позволит мне начать прокачивать персонажа и получить свои первые ништяки, свою первую броню и, может быть, какое-то оружие, если повезет. Может быть, даже инструменты. Сейчас, пока что, чтобы не терять время, пособираем здесь волокно и ягоду, чтобы было чем перекусить и восстановить свое здоровье. Когда я его начну прокачивать, будет тратиться еда на восстановление здоровья. Поэтому мне нужно, чтобы у меня было что покушать. Телепортируемся сейчас! Координаты подтверждены. Телепортация завершена. Начинаю я всегда примерно на одном и том же острове. Этот остров находится на СВ, юго-западе. Дело в том, что с этого острова можно очень классно допрыгнуть и доплыть быстро до вот той платформы океанической, на которой находится мое задание, которое я буду выполнять в первую очередь. Тем временем я получил еще одно очко опыта и вкину его в здоровье. Ну а теперь небольшой разбег и прыжок веры. Только в воду. И первым делом я хочу собрать вот этот вот глюк. Он даст мне очки опыта. Он даст мне баф на скорость получения опыта. Как только мы пройдем все эти тесты и исправим все глюки, я надеюсь, у нас появится шанс взглянуть на мир за пределами симуляции Genesis. Здесь огромная территория, но только представь себе прогулку по реальному миру. Однако нельзя забывать, что это будет уже не тот мир, который ты помнишь. Война, суровый климат и землетрясение стерли множество городов и памятников с лица земли. Ситуация лишь ухудшилась с тех пор, когда ты был обычным человеком. Возможно, появились новые ориентиры и памятники, как знаю. Но разве не стоит взглянуть на это? Не хотел я прерывать Елену. Дело в том, что это как раз повествование в лор игры. А сейчас я хочу снизить немножко настройки на среднее, чтобы мне выполнять это задание без проблем, чтобы ничего не тормозило, не лагало, пока я буду выполнять задание. Так как мне надо проходить все равно все задания, я начинаю с самого простого, гамма. Там дается колоссальное количество времени на прохождение всех поинтов. Можно, в принципе, плавать здесь, фотографировать все. Можно чай попить, пока ты плывешь на этом скате. И все равно ты успеешь пройти по всем этим чекпоинтам. И я, наверное, даже не буду показывать, как я прохожу гамму. Я сейчас, наверное, выключу камеру и включу уже или в финале, или, может быть, на следующем задании. И тут я немножко за кадром еще повыполнял это задание. И уже успел немного даже забить данные. И мне дали седло тираннозавра. Это очень даже неплохо. И прохождение беты я, наверное, даже не буду показывать. Но хочу обратить ваше внимание, что у меня уже довольно много насобиралось очков опыта. И чтобы не занимать много эфирного времени, я альфа-задание сейчас, наверное, покажу на ускоренке. Влезай на своего коня и вперед! Влезай на своего коня и вперед! И это было альфа-задание. Сейчас посмотрим, что мне отсыпят еще в виде призов. И это именно то, почему я всегда начинаю с этого задания. Угу, спасибо. И сейчас я хочу распределить все очки опыта, которые мне доступны. Я специально их не тратил. Я специально их экономил, чтобы показать, сколько можно получить с этих заданий. Но под бафом, под бафом глюка. Вот еще до сих пор у меня две стрелочки, 22 секунды. Баф еще работает. Ну и я раскидаю по стандарту. Все на здоровье, выносливость немножко. Побольше вес, скорость и, наверное, ближний бой. И инграммы я пока что все еще не трогаю. То есть у меня вот то, что было открыто и все. Ну и распределять я их буду уже тогда, когда буду понимать, что мне нужно. И я немножко еще за кадром повыполнял это альфа-задание. Насобирал еще целых 7 очков опыта. И вот чего мне удалось достичь. 124 секунды. Ну, вроде как это максимальный результат, который мне когда-либо получалось достичь. Я знаю, что есть игроки, которые достигают и 120 секунд. Но я не знаю, как они это делают. И еще больше я не знаю, зачем они это делают. Потому что, в принципе, 124 секунд достаточно для того, чтобы пройти альфу. И осталось еще почти 20 секунд. А сейчас я хочу посмотреть, что есть в магазине у Хелены. И, возможно, что-то я буду покупать. Чтобы не добывать первые ресурсы изначально руками, я... Ничего не нравится? Да нет, мне все нравится. Только я еще пока что не решил, что мне нужно. Ну и сейчас, наверное, пришло время прокачать первые инграммы. Первые инграммы я прокачаю на мод Dino Storage. И сейчас пультики из SuperStructure. Костер, да, мне нужно будет пережарить первое мясо. Обязательно коробку, спальный мешок. Может быть, может быть... Да, я, наверное, сейчас буду прокачивать наркотики, селитру и ступку с пистиком. Чтобы можно было это крафтить, получать опыт. Обязательно надо сделать кровать и подзорную трубу. Здесь стоит мод Awesome Spy Glass. Котелок. Так, лук. Да, пускай. Каменные стрелы, волосы обязательно. И, наверное, я начну прокачивать строительные блоки. Так, фундаменты треугольные. Обычные сразу прокачались. Стены, потом треугольники. Двери, дверной проем и дверь саму. Так, а, стимулятор тоже очень важно. Так, ну и, в принципе, все остальное тоже мне все важно. И, может быть, даже я сейчас пока что отключу камеру, потому что получается довольно долго. Я думал, как-то это все быстрее у меня произойдет, потому что нужно и то, и другое, и третье. И все это занимает время. Ладно, я вернусь, когда все прокачаю все инграмы, которые мне нужны. И так я потратил все очки инграм, которые у меня были, но так и не качал все инграмы, которые мне нужны. Но основные инграмы я прокачал, и сейчас я бы хотел уже начать что-то строить. И первым делом, наверное, мне понадобится плод. Сделать себе первую мобильную базу. Вот, и для того, чтобы сделать себе плод, мне нужны будут какие-то ресурсы. Сейчас посмотрим, что для них нужно. Волокно, дерево и кожа. Насколько помню, все это продается в магазине Хелена. И все это стоит... Да, очень недорого это все стоит. А я насобирал уже аж 9000 шестигранников. И в принципе, все это я могу себе позволить купить. Солому. Тоже понятно. Понятно, что все это можно легко и самому нафармить. Но мне, говорю, этих шестигранников не жалко. Я в любой момент могу прийти, потратить 2 минуты времени, выполнить альфа-задание и получить 1000 шестигранников. Более того, потом будут задания, которые дают и по 5, и по 10 тысяч шестигранников за раз. То есть, получится такой выбор. То есть, пройти задание за 2-3 минуты, или фармить ресурсы 15-20 минут. Поэтому выбор, в некоторых моментах выбор очевиден. Итак, я сделал плод и получил еще одно очко опыта. Ну и начинаю потихонечку прокачивать сопротивляемость, стойкость. И сейчас мне нужно скрафтить шкаф, чтобы я мог уже забрать кое-какие данные, кое-какие предметы и ресурсы из данных, которые я здесь насобирал за все это время. Так, ресурсы на шкаф я купил. И теперь мне нужно будет забрать броню и инструменты, которые у меня находятся в данных. Ну, то есть, данные я использовал как первый свой инвентарь, в котором храню все, что мне сейчас не нужно. Я хочу забрать с собой, ну, какую-то броню, то есть, чтобы уже иметь возможность что-то на себя одеть. Вот, какие-то инструменты. У меня есть серп и есть каменный топор. Не легендарный он, но работы мастера. Но это не принципиально. Я все равно, в первую очередь, буду делать металлические инструменты, потому что они в любом случае будут лучше, чем любой легендарный каменный топор. Первым делом скрываем парус. И сейчас мне нужно куда-то разместить на свой плот шкаф для вещей. И в него я уже могу поскидывать какие-то ненужные вещи, весь хлам, скинчики. И, возможно, что-то еще забрать с данных и сюда тоже поскидывать. Топор пока что сразу я отправляю на панель быстрого доступа. С шмоточком немножко одеваемся, то есть, уже чтобы была хоть какая-то броня, то есть, чтобы нас какой-нибудь электрофорез убил не с двух-трех тысячек, а хотя бы он помучился, прежде чем меня убить. И сейчас я отправляюсь в свое любимое место. Сейчас у меня уже есть здесь любимое место. Сейчас я включу Хелене, чтобы она показывала границы зон миссии. Дело в том, что в этих границах строиться нельзя. То есть, чтобы я не хотел построить, ну, имеется в виду такие блоки фундаментов, ну, какие-то серьезные строительные блоки. То есть, я тут построить не могу. Да, я могу поставить на плод шкаф, но, допустим, застроить плод фундаментами тут я не смогу. Поэтому здесь совсем неподалеку от моего любимого острова, который находится на зоне SW, ну, SW или Юго-Запад. Вот. Вот этот как раз остров. И вот здесь самый край карты, вот этот тоненький такой островочек, я под ним обычно селюсь. Так, и базилиозавр. Ну, как посмотреть, что он из себя представляет? Мне нужна Awesome Spy Glass. А для нее у меня есть практически все. А то, чего нет, я могу купить у Хелены. И мне не хватает только лишь кристаллов. Добро пожаловать на биржу шестиугольник! Где кристаллы у нас? Ага, вот, по 10 кристаллов. Ну, немножко купим. Давай повторим это снова! Немножко впрок еще куплю. Так, Spy Glass есть. И теперь я смогу уже смотреть живку по статам, по ее уровню и смотреть, видеть все, что меня интересует. В живности, которую я планирую приручать. Где мой базик? Базик, покажи, покажи. 85-й. В принципе, неплохой базик, как первоначальная живка, но чуть-чуть позже я к этому вернусь. Пока что плывем туда на спот, где я буду селиться, где я буду ставить свою первую базу. И будем думать, что мне нужно в первую очередь. Какие ресурсы или какую живку приручать. Так, там мегахилончик зареспился. Ну, ничего страшного. Я приплыл на место. Вот здесь я обычно селюсь. Там есть небольшая мель. Можно ставить фундаменты. А сейчас я хочу прыгнуть на южный. Координаты блокированы. Пора телепортироваться. На самый южный остров. Я точно помню, что там есть камни. То есть здесь на этих островах очень мало камней. То есть нет таких камней, которые можно подобрать с земли. И все камни, которые здесь есть, они либо это соль, либо это камень с песком. В общем, я точно помню, что на южном острове есть камни, которых я смогу сейчас подолбить и пособирать камень. Может быть, если повезет, еще выпадет кремень. Мы на месте. Точно уцелим. Да, отлично. Кремень здесь тоже собирается. А кремень мне нужен для того, чтобы сделать свою первую кирку. Итак, все готово. Сейчас делаю кирку. Так, вот ремесло. Вот кирка мне нужна для того, чтобы насобирать еще побольше кремния. А кремний нужен для того, чтобы сделать селитру. А селитра нужна для того, чтобы работал мой термоящик, первый холодильник. Поэтому сейчас еще немножко я поформлю здесь камни, если найду. Ну, вроде бы, были еще. Да, вот, камни есть. Ага. Телепортация всегда вызывает у меня головокружение. Я прыгнул к себе на остров. Это вот тот самый остров, который я показывал в самом начале. Вот, рядом с ним. Как раз-таки и океанская платформа, и вот там будет океанская платформа. И моя база, мой плотик здесь находится. В принципе, я сейчас уже могу себе позволить сделать вот этот вот крафт стол с Мити. Так. Но для него мне нужны слитки металла. А у меня еще нет даже печки. Но слитки металла я могу себе купить. Причем довольно недорого. Так. Делаем теперь с Мити. Это вот первый крафтовый стол. Я даже не помню, как он называется, потому что делаю всегда им на модовске. И мне нужно сделать печку. Вот, пока я здесь. Можно пособирать волокно и ягоды. И мне нужна в первую очередь наркоберри. Как можно больше. Чтобы сделать первые наркотики и уже с помощью этих наркотиков приручать первую живку. Снова прыжок веры. И вот там, вон справа, мой плотик. В принципе, я имею возможность прыгнуть и телепортироваться на этот остров и иметь доступ к своему плоту. Пока что тот глюк я собирать не буду. Я буду собирать его тогда, когда я буду знать, что пойду еще на какое-то задание. Чтобы мне получать опыт от задания и при этом еще быть под бафом ускоренной прокачки опыта. Сейчас я хотел бы немножко застроить свой плот. Сделать пару фундаментов и сделать такую здесь на нем площадочку. Но не по стандарту. Вот. А немножко опустить эти платформы, опустить эти фундаменты, чтобы они были вровень с платом. Я давно уже увидел этот метод, научился и давно его, честно говоря, не применял. И мне нужны будут для этого фундаменты. Можно модовские использовать. И колонны нужны, но колонны не модовские. Колонны должны быть ванильные. С модовскими колоннами ничего не получится. Так, сейчас примерно таким образом я выравниваю себе середину плота. Нет, как-то не очень ровно. А ну еще раз. Мне не нравится. Прям как будто бы, да, криво. Как будто бы, вот, палка эта управляющая, кием, она, кием, кием, килем. Она как будто чуть-чуть сбоку. Так. А ну-ка. Я думаю, пойдет. От этого фундамента я сейчас и буду пробовать отталкиваться. Так, ставим посередине колонну. И сбоку пробуем ставить фундамент. И, по идее, он должен стать чуть-чуть ниже. Во. Ага. Готово. Отлично. Теперь можно разобрать вот эту колонну. Разобрать вот этот фундамент. Только я вот точно не помню, сюда надо ставить колонну или нет. И тогда сюда поставить получится ниже? Нет. Выше почему-то хочет поставить наоборот. Так. Как-то я не очень удачно выбрал место. Ладно. Сейчас убираем пока что этот фундамент. И ставим в один уровень. Оп. А он что-то выше хочет ставится. А ну-ка. Еще раз. Оп. Да. Готово. Ну вот таким образом я и буду делать себе. Опускать эти фундаменты до уровня плота. Тут поэкспериментировал и выбрал оптимальный для себя вариант постройки платформы на плоту. Возвращаем сейчас в один уровень. Снова ставим колонну. И теперь убираем вот этот фундамент. То есть вот так это работает. У меня тут были небольшие сложности. И сейчас нужно чуть-чуть опустить. Все. Все получилось. Снова убираем колонну. Убираем этот фундамент. И еще раз. Сейчас выравниваем фундаментом вторым уровень. И снова ставим сюда колонну. Единственное мне нужно будет сейчас понять. Как. До какого уровня опускать эти фундаменты. Ну вот допустим сейчас я могу еще немножко опустить. Ну да. Это еще пока что приемлемый уровень. Так. И еще раз. Так. Вот мне остаться на этом уровне? Или же все-таки попробовать опустить еще ниже? И в чем проблема? А я сейчас объясню в чем. Так. Вот это получается даже ниже уровня плота. И вот мне как-то так не очень хотелось чтобы было. Вот в чем прикол. Я хочу поставить так фундамент. Чтобы я мог становиться за штурвал этого фундамента. То есть вот таким образом. Когда фундамент ниже уровня плота. То есть это все нормально работает. Все получается. А мне нужно поставить в уровень с этим фундаментом. И сейчас я нажимаю букву Е. А он не хочет браться за вот этот. За рычаг управления. Ага. Получается вот этот уровень меня не устраивает. Значит нужно опускать еще чуть-чуть ниже фундамент. Самое опасное как при работе с плотами, платформами. Это не подобрать сам плот. Или саму платформу. Потому что тогда теряешь вообще все. Да, здесь пистолетом тоже лучше не работать. Ну все, получается уровень плота я выбрал. И теперь мне просто нужно расставить фундаменты в один уровень. Почему-то как-то странно. Он не захотел ставиться этот фундамент ближе к краю плота. Сколько я могу себе 11 штучек позволить. Но мне не надо 11. Я сейчас штучек 5-6 сделаю. И попробую себе разместить уже все эти фундаменты. И иметь возможность уже здесь сделать небольшую такую мобильную базу. Здесь уже можно будет размещать себе и верстаки, и печки для пережигания. И все остальное что мне понадобится. Ну холодильник там и так далее. Да, здесь почему-то не хочет ставиться фундамент только через перекрытие. Через пол. Да, так он становится. Но так он хочет... Странно, да? Вроде бы здесь есть крышка, то есть плоская. Но я начинаю подбирать, и подбирается именно... Да, елки. И подбирается именно фундамент. То есть не вот это перекрытие, а именно фундамент. А пистолетом... Да, я подобрал фундамент, а крышка осталась. Странно. А если убрать эту крышку и поставить сюда просто фундамент? Теперь? Нет, не хочет. Странно. Ну ладно. Не хотел просто использовать еще лишние блоки при строительстве плота. Получается, у меня тогда еще стоит и крышка, и потом сам фундамент. Вот. А с этой стороны нормально ставится. Видимо, немножко я косо все-таки поставил. Изначально. Ну ладно. Плот, в принципе, у меня готов. Теперь можно все размещать. Но, наверное, нет. Я немножко еще хочу удлинить его. Только я не уверен, получится у меня это или нет. Поэтому я сейчас сделаю пару штучек этих перекрытий. Ну или как они, потолки или пол, сейлинг. Вот. Ага, ставится. Хорошо. Я боялся, что не поставится. И вот так ставится. Так. Угу. Ну, отлично. Я тогда под них сейчас буду ставить фундаменты. А у меня один всего остался. Ну, по центру поставлю. Ну, и по бокам, наверное, пусть и остаются вот эти вот перекрытия. Вот эти полы. На них точно так же можно поставить любой станок. И любую печь. И я хочу еще поставить сюда пару рамп. Для того, чтобы можно было легко подниматься по этому плоту. Да, я как раз переживал, что вот эта рампа у меня не поставится. Из-за того, что он получился таким длинноватеньким. Вот. Вот эта точно должна нормально ставиться. Да, тут все хорошо, без сюрпризов. Ну, и здесь. То есть я могу теперь с воды подниматься на плот не через управление, а просто забегая по рампе. Ну, вот и отлично. И теперь мне остается расставить уже станки, печи. Ну, все, что нужно для первичной переработки. Мне нужно расставить по плоту на вот эти вот фундаменты или перекрытия. Так, это у меня главный станок. Вот, в нем я могу уже крафтить себе инструменты. Так, сейчас мне нужно еще несколько печек. Одна, вторую смогу? Да, смогу себе позволить. Хорошо. И теперь мне осталось разместить пару печек. Так, одна, вторая. И сразу скинуть весь металл в печке, которая у меня есть. Но собирал я его каменной киркой, поэтому немножко я его собрал. Поэтому, в первую очередь, надо будет сделать себе нормальные металлические инструменты. И я, наверное, даже не буду ждать сейчас, пока переплавится там металл. Я сейчас... Да, раз забыл несколько шестиугольников, которые не терпится потратить. Не терпится потратить. Я сейчас куплю себе немножко металла для того, чтобы сделать себе инструменты. И крафт стол тоже мне нужно будет сделать, который именно модовский, для того, чтобы делать в нем структуры. Так, ну что? Что мне нужно для того, чтобы сделать кирку? Дерево. А дерево... Дерево у меня сейчас все здесь на пережигании. Ничего страшного, пару штучек заберу. Угу. Ну, чтобы не покупать. Так, отлично. Кирка есть у меня металлическая, а на топор не хватает кожи. Ну, кожу точно так же можно купить. Никаких проблем в этом нет. Вот, восемь тысяч шестигранников у меня как было, так и осталось. Она меня постоянно перебивает уже, надоело. Хелена... Ну, ладно. Так, все отлично. Теперь у меня есть металлические инструменты. Можно пойти подобывать нормально себе руду металлическую. И деревья порубить. В общем, жизнь потихоньку налаживается. А, и термошкаф, точно. Куда без термошкафа? То есть, это мой первый холодильник. И в нем я буду хранить все свои продукты. Ну, и, наверное, на этом все. Я буду заканчивать свою вводную серию. Надеюсь, она зайдет. Координаты блокированы. Пора телепортироваться. А я не прощаюсь. Я говорю вам всем пока. И до встречи в следующих сериях. Приходите еще. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok